всем привет всем здравствуйте рада вас приветствовать на прямом эфире по долгожданной капсуле которую я очень долго ждала вернее долгожданному боксу в котором прекрасные четыре гель-лака очень красивые декорации кто вчера был на распаковке наверное уже видели дополнительные бонусом идут декорации томатовая фольга стразы клёпочки вот я выкраску вчера сделала кто пропустил вчерашний эфир обязательно посмотрите сейчас я хотела начать сразу с дизайна вот чтоб не терять время чтоб вам было не скучно вот поэтому начнем сразу делать дизайны кого сейчас будет плохое качество эфира не переживайте вы сможете посмотреть записи вот либо в контакте в контакте сегодня уже проводила тоже прямой эфир так ну что бокс новый бокс габриэль который посвящен моей любимой женщине это коко шанель не устаю петь ей дифирамбы потому что этот человек который сделал себя сам с нуля она из самых низших сословий поднялась на самый верх олимп высокой моды и у него были взлеты и падения было забвение марки и возрождалась она вновь поэтому габриэль шанель это такой пример сильной женщины которая никогда не унывала она просто ставила себе цель и шла вперед и что самое интересное она была не просто хорошим моделером дизайнером она была в первую очередь классным коммерсантом вот и это очень большое мило значение потому что мало быть талантливым нужно иметь уметь еще все это продвигать считать подавать вот обязательно послушайте вчерашний эфир это много очень истории рассказала про коко шанель что я ей очень восхищаюсь вот так выглядит бокс вот так выглядит бокс это косметичка где 4 гель-лака цвета я подбирала специально базовые два оттенка с шиммером два оттенка шиммера и 2 эмали я специально не стала делать почти изначально конечно я же хотела сделать сюда белые черные потому что конечно это как бы база шанель dior да у них вообще белый черный это как бы основа этих модных домов вот но белый черный у всех есть вот поэтому решили добавить сюда такой очень выбеленный серый и такой темный темный глубокий синий декорации здесь 8 красивейших декораций они лимитированы вы должны понимать что они будут только в рамках бокса возможно потом когда наступит осень если что-то из этого все-таки приглянется возможно мы как-то переверстаем переделаем макеты и перри выпустим вот но пока на сегодняшний момент это все-таки лимитированная коллекция лимитированный бокс готовых решений для брендового маникюра для брендового маникюра и здесь очень интересно сейчас я показываю на экране 4 декорации которые сделаны при помощи 5d это объемной смолы что упрощает жизнь мастера сокращает время работы вам не нужно дополнительно делать объем у этих украшений объем уже есть также бонусом в этот набор мы положили матовую фольгу вы поняли что это бонусом бонусом и положили стразы клепки на тот случай если нужно где-то что-то будет дополнительно еще додекорировать ну и конечно открытка с электронным каталогом здесь с обратной стороны видите есть qr-код вот обязательно поэтому qr-коду переходите и вы будете попадать на электронную версию каталога сейчас я вам покажу электронную версию там очень много красивых открыток картинок мастер-классов и типс хорошем качестве которые вы можете взять себе скачать и использовать на ваших аккаунтах ваших аккаунтах instagram telegram контакт это очень удобно потому что экономит вам очень много времени и материала вам не нужно садиться делать образцы берете просто выставляете и даете клиенту выбор выбор так то что давайте тогда сейчас еще делать дизайн если вопросы есть что еще входит бокс цена 3990 также стоит как и предыдущий бокс summer crash поставьте кстати плюсики у кого есть предыдущий бокс summer crash который у нас вышел весной который выше у нас весной так мне сегодня хочется поработать поработать темно-синим сейчас мы сделаем вот такой вот вариант сейчас берем темно-темно-темно-синий я очень люблю этот вариант дизайна когда вы делаете центр пустой такой достаточно асимметричный край сушен так а второй вариант предлагаю сделать розовый очень мне нравится розовый и кстати планирую себе завтра садится пилить руку вот эту делать как раз здесь капсулы вот хочу сделать розовый именно розовый розовый с шиммером он такой вкусненький на самом деле достаточно плотный получился цвет и бежевые розовые для того что там добавлены блестки потому что обычно если блестки добавлены правильно всегда плотности не хватает таким гель-лаков вот но несмотря на это мне кажется эмаль а это эмаль все таки в первую очередь получилось достаточно плотно в два слоя будет отлично шиммер хорошо читается в этой эмалью эффект очень красивый давайте первый слой так чем сейчас поработаем давайте возьмем наверное вот этот слайдер тоже он входит в бокс и здесь есть у нас интересные вот такие вот кусочки они на прозрачной основе и они будут очень классно сочетаться классно сочетаться с темным фоном даже если где-то там на темный фон они попадут ничего страшного так ну давайте возьмем например вот этот кусочек сейчас пусть чуть-чуть подсохнет так и здесь конечно же что мы используем мы используем топ слайдер так и здесь берем розовый с вами у меня видите бокс так не еще не пришел оказывается сюда на северный кипр все очень долго идет и вообще сложно транспортировать вот поэтому у меня тестовые образцы они не совсем меня видите меня не без наклеек вот поэтому я вам все время видео показываю которые мне мои девочки наснимали несмотря на то что было бы кстати хорошо конечно с чем нам это делать но мне даже нравится вот этот эффект когда здесь часть слайдера попадает ничего страшного это как-то я не экономично конечно израсходовала слайд ну ладно наносим ультрабонд наносим ультрабонд и смотрите если слайдеры без белой подложки то следующий слой например украшение они у нас без белой подложки можно клеить прямо на ультрабонд мне очень нравится вот такое сочетание когда мы берем вот такой элемент бусы сейчас мы берем элемент бусы и можно прямо на ультрабонд приклеить не со всеми слайдерами так можно поступать но в данном случае так как здесь был прозрачный тонкий слайдер а здесь тоже слайдер он без подложки то можно вот в этом случае вот так приклеивать чтобы дополнительно лишний слой не использовать топ слайдер а будем делать вот так вот так вот так такие бусики у нас будут очень хорошо приклеиваем и снова обрабатываем ультрабондом тоже будьте внимательны чтобы ничего у нас никуда не поплыло все сделали ультрабондом нужно здесь самое главное не переусердствовать это очень важно все сделали что здесь можно добавить нужно тоже какие-нибудь бантики добавить можно какой-нибудь вот беленький бантик вот сюда мы сейчас приделаем всем здравствуйте девочки я сейчас работаю новым боксом габриэль вот кому не сложно возьмите напишите бокс габриэль презентация бокса габриэля почему назвали бокс габриэль потому что он посвящен знаменитому дому шанель и ведущему дизайнеру это коко шанель ухи бузи какая милота это коко шанель я очень люблю эту женщину вот хотя вывел мне кажется все-таки из кризиса в 70-е годы все-таки этот модный дом кару лагерфельд нужно отдать ему должное вот потому что шанель на закате своих дней уже не могла генерить то что нужно дому в 70-е наступали на пятки такие именитые дизайнеры как эвсен лоран требовалось что-то более молодежная креативная какие-то новые вияния и шанель на тот момент этого дому не могла дать когда пришел молодой карл лагерфельд конечно вдохнул и выявил модный дом шанель уже на тот пьедестал который сейчас занимает этот дом что на самом деле если бы карла лагерфельда не было то 70-е годы это думаю бы закончился закончилась бы эра шанель потому что взлет у шанель он был двадцатые и тридцатые годы сороковые годы когда была вторая мировая война она бежала из франции и из-за того что у нее были связи и там определенные вещи она натворила с фашистской германией она была персона нонграта во франции очень долгие годы вот недавно не так давно обнарудовали документы о том что она была чуть ли там не шпионка и не шпионила на немцев вот и французы очень долгое время не могли простить это шанель вот и тоже вот многие не знают о том что шанель продала права на свой бренд уже после второй мировой войны точно не помню возможно в пятидесятые суждение кастюш я веду эфир за юшенька дети дайте что он хочет дайте ему яблоко дил ну и что вот ты значит дал артему себе и знал что он захочет правильно демонстративно значит вот так дети у меня вообще прямой эфир а я тут с вами это разглагольствую отрежь ребенку половина своего яблока так смотрите я сейчас очень нежными движениями нежными смотрите вот это смола на слайдерах от ультрабонда конечно становится очень капризной и вот чтобы украшение никуда не сдвинулись нужно нежно покрыть без давящих движений потом взять какую-нибудь отдельную кисточку и убрать излишки так что вам еще рассказать про шанель до 50-е годы она продала свой бренд двум братьям коммерсантом французом вот и она была грубо говоря наемным уже директором креативным и считается что она не пережила свое увольнение потому что она умерла буквально чуть ли не на следующий день после того как подписали приказ об увольнении шанель вот она не смогла это пережить вот прикиньте да тебя увольняют из твоего же модного дома но он тебе не принадлежит к сожалению вот так просто многие этого не знают но и кстати не знают о том что крестьян диор он вообще никогда не имел права на модный дом диор там был знаменитый фабрикант миллиардер или миллионер по тем меркам фамилия у него у него была гусак гусак и изначально его спонсировала именно вообще сторонний коммерсант и модный дом он никогда не принадлежал в данном случае крестьяну диор крестьян диор он всю жизнь был наемным креативным директором вот такой вот прикольный вариант и вы понимаете что да все дизайны они могут быть на всех десяти пальцах разные вот и это очень удобно поэтому если даже какой-то элементы слайдеров закончился не переживаем берем следующие смотрите они все вместе дружат это все могут абсолютно быть разные дизайны на всех десяти пальцах и это будет прикольно посмотрите я приклеила вот такой белый бантик смотрите как классно смотрится вот с розовым классно-классно да можно кстати было наоборот поступить сначала приклеить а потом уже сделать покрытие тоже хорошо у меня здесь тоже это не видно обратите внимание какой я знак нарисовала прямую я не могла использовать знак шанель поэтому я придумала вот такой значок и это значок у нас везде идет практически мы его используем такой вот а-ля шанель смотрите классно у меня на ноготках сейчас предыдущий бокс который называется summer crush вот поэтому я сейчас жду завтрашнего дня так думаю завтра уже начну пилить кто помнит у нас summer crush выходил бокс полтора месяца назад здесь такая морская летняя цветочная рыбная тема маникюр правда очень удачно уже правда уже давно отрос вот завтра буду спиливать буду делать шанель вот ну я думаю что кстати summer crush можно попробовать купить возможно у кого-то есть на остатках нужно посмотреть на any shop возможно там осталось несколько штук и у дистрибьюторов нужно тоже поспрашивать вот поэтому кому кого интересует summer crush предыдущий бокс то можно попробовать поискать еще по крайней мере в европе он только вышел вот так получилось в европе он только вышел буквально на той неделе появился в продаже так ну давайте розовый вариант закончим для розового варианта у нас здесь есть белые слайдеры у нас есть беленькие слайдеры давайте возьмем беленький слайдер также топ слайдер буду стараться сейчас вести эфиры по этому боксу каждый день хочется как можно больше чтобы людей узнали об этой новинке это то что я люблю делать понятно что вы эми есть много текущих ассортиментных позиции базы топы скульптуры тот или иной цветник вот но боксы и готовые решения это то что я обожаю больше всего поэтому я всю эту неделю посвящаю новому боксу вот посвящая новому боксу хотя у нас понедельник был эфир по акригелем а нет не понедельника прошло пятницу у нас вышли новые акригели полупрозрачные красивых оттенков на этой неделе в пятницу скорее всего мы сделаем презентацию по новым базам с поталью вот поэтому новинки есть по скульптурам вот по таким вещам есть то что я вот люблю и веду сама постоянно это конечно вот все что связано с готовыми решениями потому что по факту что такое бокс бокс это такой знаете конструктор лего вы покупаете вот как лего детям покупают вы покупаете лего берете каталог и по так по каталогу начинаете собирать и в конце получается красивые результаты здесь точно так же вы ничего можете не придумывать бы выберете дать же открываете в электронную версию и просто начинаете повторять и там такое несметное количество сочетаний может быть очень вкусных очень интересных вот данном случае вот капсула здесь у нас видите она получилась такая классическая стиле брендового маникюра она посвящена коко шанель поэтому она называется габриэль габриэль это имя а кстати я вчера же не могла вспомнить фамилия какая у нее была у него фамилия была шансель шанель шансель да вот шансель у него была фамилия когда была перепись в каком-то году перепутали песцы и забыли одну букву забыли одну букву причем шанель считается это очень редкая фамилия и она принадлежит как бы к аристократическим фамилиям а шансель это такая низшего сословия фамилия и так вот случайно она не планировала никогда но получилось что я всегда думала что она это сделала специально оказывается не специально это при переписи перепутали вот а коко коко это к ней приклеилась уже со временем у нее был опыт молодости она пела песенки в одном кабаре шуточную шутку она была такая это еще кривляка очень любила ломать комедию кривляться вот и там песенка была про коко коко то ли про собачку с петушком не помню чё в общем и ей сделали погоняло коко а потом принципе она к ней так и прилипло и она перестала использовать габриэль и она стала коко шанель обязательно изучите биографию коко шанель причем я очень люблю это делать в исполнении александра васильева кто не в курсе это знаменитые русский историк моды очень классный чувак так сказала я думала куда куда приклеить ну вот так так что утрабон давайте также здесь я наверное предложу сейчас что сделать смотрите перекрыть наверно все-таки топ слайдером частично потому что я хочу сделать отбивочку нарисовать а потом только приклеить следующий слой украшений например можно кстати взять шермиконы черненькие сделать отбивки у кого есть ленты шермиконы вот что я имею ведущую секундочку вот такое вот у кого есть вот ими очень удобно отбивки делать у кого нет берем просто значит импасту и рисуем импастой либо гель-лаком но я возьму импасту потому что она не течет эта краска без липкости что вам еще рассказать про коко шанель я вот вчера уже затрагивала русскую тему русский след у коко шанель потому что действительно когда она начинала в двадцатые тридцатые годы в ее окружении на нее работало очень много русских вот это все аристократия обижавшая от октябрьской революции на тот момент из россии вот и конечно там начиная с вышивальщиц и заканчивая креативным директором и ему дома на тот момент были все русские аристократы вот необычно да дягилев она очень любила дягилева она для некоторых его постановок делала костюмы понятно что основной там был бакс художник бакс вот кто знает такие театральные костюмы яркие синические восточные тогда бы вообще было увлечение всем русским русские сезоны потому что дягилев начале двадцатого века в конце девятнадцатого часа точно не помню сколько длились русские сезоны он провел их 20 сезонов представляете какое количество вот и шанель также имела в любовниках у себя стравинского знаменитый композитор причем при живой жене жена правда была инвалидом вот но сначала все это началось как творческое начало а закончилось конечно любовной связью шанель вообще любила мужчин не только мужчин любила она также женщин вот по многим источникам говорится о том что у него были связи с женщинами женщины и любили и боготворили и ну вообще ее умение общаться и с женщинами из богатых сословий и мужчина помогли и очень во многом многие там если брать вот ее биографию она просто огромная там такое количество разных гражданские мужья любовники любовницы они много дали шанель потому шанель была из не образовывал из короче бедной семьи крестьянской естественно она не имела специально никакого образования вот она таким образом образовывалась сначала один любовник любовница и они ее конечно сделали тем кем она стала вот потому что если не вот это окружение в которое она постепенно попала это опять же все благодаря ее труду можно конечно долго ругаться и говорить что она была дама легкого поведения но в те времена у женщины было не был не сильно большой выбор что она могла делать и как пробиться поэтому это вот прелестно черные бантики черные бантики эти бантики не встречаются на слайдерах и на 5d слайдерах и там и там бантики есть подошь шанель она любила банты она любила роскошные украшения она считала что костюмная бижутея призвана не подчеркивать богатство женщины она призвана подчеркивать красоту женщины вот хотя к старости шанель полюбила бриллианты вот на самом деле это в начале своей карьеры она ратовала за бижутерию вот и карл лагерфельд конечно вот эту вот бижутерию костюмную шанель он ее настолько преобразил и сделал основным днк я считаю вот что именно при уже карли лагерфельде там уже появилась в таком разнообразии и поэтому в нашем наборе нашем боксе как раз присутствует очень много украшений которые пронизаны духом основным днк основной днк это конечно не только ты видовый костюмчик да это не только стеганая сумочка это не только балетки с темным контрастным носиком но это конечно же бижутерия в огромном количестве это конечно же бижутерия в огромном количестве смотрите какая милота у нас получилась классно делать кстати подматываем тоже подматываем очень хорошо смотрится все это можно дополнять и дополнять до бесконечности вот кстати вот если хочется где-нибудь украшалочку еще добавить там вот хвостик висящий где-то вот здесь у нас очень много всего смотрите разные кресты четырехлистники броши чего только нету еще раз напомню это был